здравствуйте друзья у нас гость он представляется здравствуйте меня зовут алексей я приехал из сакраменто если глобально посмотреть то из украины из луганской области и вы у нас в америке как долго с конца ноября значит у вас вам лет сколько 37 а по профессии вы кто попросит по профессии я электрик ну электромонтер если настройки или где-то по нет ну вообще сейчас мы работаем по замене light не освещение до луганский чё а в луганске ну волчевские у нас большой металлургический комбинат я там работал ну сначала электромонтером по ремонту обслуживанию электрооборудования а затем мастером а вот вы выиграли в лотерею вы американскую визу получали в киеве или где до американскую получал в киеве а про проехать из луганска в киев возможно или надо как-то чего в обход там через что все время было возможно но когда хуже когда немножко попроще в чем состоит процедура вот ты едешь тут противоборствующие две стороны значит они как-то вот какую-то линию держат там демаркационную там я не знаю вот как пересечь эту линию да есть линия разграничения так называемая да и вот подъезжаешь к одному блокпосту там очередь выстраивается но у нас в луганской области это единственный только пеший переход там в донецкой области там есть и пеший или машины машины до автомобильный перри переезд вот и подходишь выстраиваешься в очередь и значит пешим ходом пару километров потом после одного блокпоста второй блокпост то есть там барашнишка на себе несешь на себе несешь да все не там есть мальчики которые подряжаются можно за какие-то деньги нанять поднесут и поднесут ну что же хорошо ладно то есть это как бы без без обидный такой процесс ну да если что проверяют на условия проверяют там на оружие на наркоте ну все проверяют все ну все все весь багаж который с собой весь и открывается то есть выворачивается это все обе на обоих сторонах но это вас на в основном когда когда входишь ну хорошо то есть не нужно объезжать там через третьи страны да но мы ехали мы сюда летели из москвы потому что было дешевле да поэтому а почему дешевле так страна ну как-то так получилось я смотрел из киева там гораздо дороже получалось вылет из киева до нью-йорка чем мы прилетели из ростова в москву и потом из москвы долетели до собран нью-йорка до нью-йорка да мы говорят вот турецкие авиалинии сейчас недорого летают да но турецкие они летают в л.а. да и было бы да было бы может быть не так дорого как допустим другими но мы планировали в нью-йорк въехать так как супруга выиграла я должен был ее вперед пропустить скажем так да потом они полтора дня побыли в нью-йорке и полетели обратно а супруга уже в положении было нет 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 мы выиграли потом узнали потом я подал эти анкеты ds 260 потом мы родили так потом я раскрыл анкеты ну и подал заявку на то чтобы их разблокировали да и внес уже четвертого нашего семейник старшему ребенку сколько старшему 8 уже такой солидный год в апреле будет 9 но как нет как бы сказать конкуренции с новым выполнением нет абсолютно то есть такой заботливый такой маленький папа хорошо хорошо да друзья вышли мы погулять тут у нас к нашей группе добавились еще путешественники вот впереди меня идут это известный вам очень известный вам до виктор он теперь не только в панамке но из бородой он теперь теперь с бородой да мы будем его теперь звать рэб виктор когда борода отрастет значит а я вам хотел показать как снимаются на 4к океан солнышко сейчас ветра нет поэтому эта камера 4к снимает да да ты можешь даже так вот рукой помахать и она конечно 30 кадров в минуту не 60 но все равно достаточно приличная стабилизация и поэтому вот я когда иду и там рука трясется и все но тем не менее это сони это сони это сони я понимаю это называется они был так как раз больше action action это action камера ручку я сам к ней приделал вот и она маленькая маленькая очень хорошо очень хорошо снимается вот это такой как бы рикша да вот он предлагает нам прокатиться можем прокатиться где-то вдоль береговой линии так ну что же вот друзья вы первый раз может быть видите это все в разрешении 4к так вот наш гость алексей алексей делится планами уже на американскую жизнь есть планы на американскую да конечно планы на американскую жизнь были еще в украинской жизни так и сейчас в планах конечно более-менее стать на ноги и вам школу как можно скорее к вам школу а как вы учили английский язык вообще какой у вас опыт вот в украине конкретно такой раз был опыт с английским с английским у меня был недолгий опыт скажем так я и в школе в институте учил французский язык так как мы учимся до язык да то есть французский язык я знаю хуже чем сейчас знаю наверно английский если корси комсом даром си комса и английский я уже учил с репетитором то есть брал уроки сначала в живьем расскажем так ходил ней а потом уже по скайп продолжали девушка шла раздетая так я немножко отвернул в сторону думаю надо людям показать конечно как у нас тут ходят красоты океана и и природы в целом природы в целом так хорошо но поселились вы в сакраменто потому что там наверное подешевле и работы есть тогда или да ну с работой там конечно ну не так прям все радужно но мне можно сказать повезло я сначала самолета можно сказать устроился в одну компанию потом перешел в другую кара расскажите как происходит устройство самолета то есть вы с кем-то заранее разговаривали да я поговорил мы встретились с ильей и я поговорил еще там с людьми ну и вы тогда про илью два слова скажите он был у нас на канале но тогда он вас не может быть не все видели да илья карифан у вас на канале да ему тоже отдельное спасибо а вот и с работой подсказали и с жильем помогли в общем все все было даже так немножко в экстриме потому что я ехал еще не знаю где вообще вот как бы положу вещи да вот но все сложилось так как сложилось отлично хорошо таки что есть такие ребята вот как они и я и в общем здорово там они комьюнити такая да 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 в квартале да как вот вам сакраменто сакраменто очень тихо спокойно вот я бы сказал и в плане может быть это ну и на работу отражается что не так бойкая такая такой рынок да наверное вот но экология хорошая воздух чистый экология хорошая воздух чистый тепло но не жарко хотя сейчас зима сейчас про я не скажу как летом потому что ну летом говорят что жарковато там по суше наверно чем прослушивали океана и поэтому может быть жара сильнее ну жилию присматривались жилью я сразу с первого дня живу и по сей день в квартире с ним ну точнее комнату я снимаю нет нет я веду жилью на вот как купить почем жилье какие места вот так но они же нет 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 не присматривался есть районы я как бы больше больше по аренде так скажем ориентировал какие-то как сказать почем вам почем вам снимается я снимаю за пятьсот пятьдесят друзья у нас тут едут да это тарактило основательно тогда снимаю за 550 комнату двух бедрумных апартментах 550 комната отдельный санузел или нету общий санузел общие общий living room а если вы снимали отдельную квартиру скажем вот студию там да вот однокомнатную по чем бы это вышло но в этом районе я думаю около 800 наверно районы приличное место районы есть ну я не знаю подешевле насколько но вот в котором я районе живу как там школы ну как я посмотрел вроде как не очень хвалят хорошо а вот с точки зрения там скажем русского магазина ходите в русский магазин нет вообще ни разу один раз был как сказать и вот перед новым годом ездили покупали зеленый горошек для салата оливье хорошо и делали на новый год салат оливье так ну понятно это просто проходит время некоторое и вдруг хочется селёдочки а черного хлебца хочется не не то чтобы просто ну как бы чтобы не изменять традициям скажем так понятно друзья тут стоит такой но вы видите трачок вот который доски возит посмотрите как он тут оборот для спасибо за решение не просто снимаю вот так вот так это все да и виктор меня ждет с той стороны говорит иди сюда тут еще лучше видно о мог ли я мог ли я друзья пройти мимо такой совершенно потрясающей картинки и не снять ее с разрешением 4к разве вы на моем месте друзья устояли бы нет вот и я тоже живой человек не устоял хотя ну как друзья не снять красоту вот красиво и самое главное что ветра нет знаете сегодня день какой-то ветреный а вот у людей смотри какая оптика да да и так не просто так это тени на iphone снимать-то да вот друзья посмотрите как работает или насколько работает стабилизация потому что при съемке на 4к там какая-то стабилизация не работает а какая-то работает точно не знаю какая ней очень не могу сказать могу сказать что то что вы сейчас видите это частичная стабилизация калифорния санта-крус какая-то магия в этом есть особенно когда небо голубое когда океан такой смотрите вот да какая-то посудина катамаран какой-то идет до дерево такое на ветру выросшие хорошо видно по веточкам и вот эти домики которые новенькие так по четыре миллиона тянут нас приветствует а люди в татуировках фрик сколько хочешь тут веселых и жизнерадостных змеев запускают на удочку так можно можно жить друзья